Продолжение следует... 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 которое, по сути, осуществлено по отношению к этим людям. С одной стороны, с другой стороны, мы действительно признаем в материалах дела, Россия их считает своими гражданами, то есть это принуждение гражданства. То есть мы создаем массу правовых таких прецедентов, в общем-то, очень опасных. Поэтому я думаю, что такой сценарий еще более опасен, чем то, что мы сегодня видим. Ну, насколько мне известно, допустим, вот есть такое еще одно интересное государство, как Иран, и там до сих пор находится за решеткой несколько граждан Соединенных Штатов Америки. Даже Соединенные Штаты Америки ничего не могут сделать с Ираном, даже поменять их не могут. Или еще один пример, да, пример, связанный с господином Ходорковским. Говорят, что, по моей информации, на самом деле при каждой встрече Ангела Меркель, да, и президент тогда был еще Сарказей, да, они говорили там просто на ухо Путину, говорили, освободи там Ходорковского, пожалуйста, освободи Ходорковского, пожалуйста. И вот таким образом это в какой-то степени могло сработать. Кто не знает, но Ходорковского у него все-таки были миллиарды, не знаю, сколько там осталось, но и Афанасьев, Кольченко, и Сенцов, вряд ли, чтобы у них были такие миллиарды, чтобы за них говорили на каждой встрече Меркель или... Они говорят, я не уверена, говорят ли, действительно, на каждой встрече Меркель, но тем не менее позиция Европейского Союза, в общем-то, здесь, по большому счету, я знаю, и понятна, единственная. Ну, вот те примеры, которые вы приводите, ну, Россия сейчас очень похожа в этом плане на Советский Союз, где была вообще масса политических заключенных, по сути, но при этом Советский Союз не считал, что они политические заключенные, там была масса сфабрикованных дел и так далее. Ну да, как правило, сажали либо за спекуляцию, либо там за гомосексуализм, либо там, или за какие-то другие, да? Ну, или там, скажем, человек не работал, вспомните, Бродского и так далее, и так далее. То есть там масса таких похожих вещей сегодня присутствует в российском таком кривосудии, ну, по сути, это кривосудие. И, понимаете, в идеале, но я не уверена, что сегодня, в общем-то, эти тезисы найдут отклик. Можно было вообще поднимать вопрос на уровне, в том числе, Европейского Союза, санкции в обмен на права человека, да, об этом давно уже говорится, вот, но пока мы не видим какого-то существенного расширения вот этих санкционных режимов. Члены контактной группы по правам человека фиксируют, значит, самую тяжелую категорию преступлений в Крыму – это похищение людей, затем следуют аресты, содержание людей в средственных изоляторах. Кстати, сегодняшняя информация, в Симферополе приступают к строительству нового следственного изолятора, видимо, преступников с точки зрения российских властей, тут, ну, другой вопрос, да, становится так много, что нужно, необходимо строить новое здание. Ну и также еще другие есть нарушения, это оборжский штраф, об этом рассказал член контактной группы Абдуриши Джапаров, подробнее в небольшом видео. Это вопроса не будет, потому что абсурдно запрещать Ижлис. Если народ себе избрал орган самоуправления, то никто не вправе и не может его запретить. Он будет подпольным, он будет, я не знаю, там, нелегальным, так как ему угодно, в конце концов, но при этом его нельзя запретить, его нельзя закрыть. Это невозможно. Поэтому, если, а если мы будем говорить о разных вариантах, есть ли, это просто будет фантазия на тему, как бы, ну, что угодно. Запретить нельзя, вот, просто нельзя. Не то, что нельзя, а невозможно. Скажем, ну, хорошо, вот мы, скажем, я утилитую, может быть, вот, собрались в поселке, там, для решения какого-то вопроса, дали бы, вот, там, как провести, что-то еще сделать, там, дороги, там, провести порядок. Мы все равно кого-то изберем для решения этих вопросов, делегируя кому-то свои полномочия, тоже не здесь. Если, скажем, вот, обнулились, все, нет ничего, поэтому, так или иначе, это невозможно. И тем более, кто нам может запретить Российской Федерации? Это, наверное, как-то, ну, мало ли что хочет нам запретить Российской Федерации. Мало ли что она хочет вообще. Вот у них свое, а у нас свое. Ну и 6 ноября в Киеве у стен посольства этой самой Российской Федерации прошел флешмоб «Полуостров страха». И акция протеста, которую инсценировал межлист крымско-татарского народа, подробнее в еще одном небольшом видео. В последнее время усиливаются репрессии, в первую очередь, против крымских татар, высшего представительного органа крымско-татар, межлист крымско-татарского народа, и вообще против всех, кто сохраняет верность своему государству. Там ситуация даже хуже, чем при советской власти. Исчезают люди, бросают людей в тюрьмы по вымышленным обвинениям. Последние события, вы знаете, были подвергнуты обыску журналисты. Наши требования немедленно прекратить репрессии. Восстановить демократические свободы, которые существовали при украинском правлении на территории Крыма. Допустить международные организации для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории. Мы также требуем от властей Украины принятие решительных мер. Мы считаем, что немедленно надо прекратить хотя бы на несколько дней в ответ на эти репрессии, усилившиеся, прекратить подачу электроэнергии тоже. Нужно прерывать все вот эти торговые связи. Объявлять оккупированную территорию, где бандитская власть свободной экономической зоны, просто абсурдно. Там электричество вырабатываем на территории Крыма достаточное для того, чтобы обеспечить электричеством пенсионеров, больницы, школы. Но недостаточно, конечно, для производства, для обеспечения военных баз, которых понастроили россияне. Поэтому там около 300 мегаватт, которые вырабатывает Крыму, вполне достаточно для этих пенсионеров. Дорогие друзья, мы закликали вас прийти к стен посольства Российской Федерации в Украине. Посольство страны, которое выступило и является агрессором против нашей страны. Посольства краины. Одно из требований у этого флешмоба, этой акции под стенами российского посольства, как вы слышали, это освобождение этих политических узников, это возвращение политических свобод, но это и введение такой хотя бы трехдневной энергетической блокады. В дополнение к той уже гражданской блокаде, которая есть. А я хочу просто немножко разобраться вообще в нашей студии Летищенко. Мне интересно, Юля, как вы считаете, какой будет реакция, ну предположим даже, вот будет введена такая трехдневная такая, не знаю, пробная энергетическая блокада со стороны Украины. Какой будет реакция Российской Федерации? Ну, честно говоря, большой вопрос, будет ли она введена еще почему-то, потому что мы сегодня уже видим, ну среди, скажем, тех, кто принимает решения в Украине, ну есть вопросы к отмене закона про свободную экономическую зону в Крыму, это тоже, кстати, одно из требований блокады, хотя об этом уже говорено, переговорено. Есть вопросы в том числе и к энергетическим требованиям. То есть есть, скажем, ряд мнений. С одной стороны, Украина сегодня так или иначе настолько связана с Россией в плане энергетических потоков, ну электроэнергии, что это создаст риск, скажем, в общем-то подобные действия создадут риск не столько, скажем, Украине в целом, сколько отдельным областям, в частности Украины. С Харьковской областям, Днепропетровской и так далее. То есть мы можем здесь, хотя технологически это можно решить. Юля, ну смотрите, это возможно, да, то есть это как бы вторая часть вопроса. Вот теоретически, вот предположим, да, все-таки там рискнули, ввели эту трехдневную энергетическую блокаду Крыма. Какой будет реакция России? Можно ее предсказать или нет? Ну, предсказать, я думаю, можно. Реакция будет, в общем-то, связана с каким-то обострением ситуации, в том числе в Крыму, на мой взгляд. То есть вы не думаете, что они подействуют и скажут, ну окей, как бы мы всех отпускаем, да? Ну я не думаю, что если только на три дня отключить электричество, это подействует. Мне кажется, что тут нужен комплекс мер. Вообще для того, чтобы подействовало, скажем, не какие-то пусть очень громкие, действительно нужные такие одиночные акции, вот, а именно комплекс мер. Ну вот условно, чтобы вот сегодня в качестве предупреждения для того, чтобы действительно обысков у крымских журналистов не было, мы делаем там три дня энергетические блокады. Если это не действует, мы анонсируем, мы можем сделать дальше, я не знаю, пять дней энергетической блокады. И плюс еще, ну безусловно уже, и необходимо об этом говорить, это все-таки переговоры относительно будущего Крыма, так или иначе. Ну подождите, а вот с точки зрения России, да, о чем ей договариваться с Украиной? А я не говорю тут о договоренности только с Украиной. Почему-то, что ситуация с Крымом, она касается, с одной стороны, как бы суверенной части Украины, это Крым, с другой стороны, это, в общем-то, факт нарушения всех договоров в сфере международной безопасности. И безусловно, мы тут вдвоем за этот стол не сядем, тут необходимы еще также странные гаранты, международные организации и так далее. То есть, почему без этого мы этот вопрос не решим? О чем договариваться? Я думаю, что те, ну сегодняшние санкции, кстати, и в России это понимают многие люди. То есть, никогда даже, если брать какие-то стратегические там изменения ситуации, ведь, ну, можно допустить, что не всегда будет так, как сегодня мы это видим. То есть, такая эскалация, по сути, там, не знаю, новая холодная война, номер два и так далее. То есть, рано или поздно, хотелось бы, чтобы раньше, ситуация может поменяться. И есть осознание того, что без решения проблемы Крыма, причем об этом говорят сами различные русские эксперты, ну, по крайней мере, они говорят об этом не громко, они об этом могут говорить, в общем-то, приватно, без решения проблемы Крыма для России, существенная нормализация экономической ситуации, экономических связей с развитыми странами, она не поменяется. Ну, смотрите, у Российской Федерации есть, по большому счету, два варианта развития событий. Либо принять правила игры, которые предлагает Запад, вернуться, отыграть и сделать вид, что ничего не происходило. Ну, предположим. А с другой стороны, это перенести просто-напросто вот эти правила, которые существуют в русском мире, в русском мире, в таком глобальном русском мире, да, или, там, не знаю, в нецивилизованном мире. Вот перенести его на всю оставшуюся, там, Европу, ну, к примеру, сегодня объявляют о независимости Каталонии, каталонский парламент. Поддержать каталонский парламент, не знаю, высадить там зеленых человечков и сказать, извините, как бы, да, там, как бы, ну, мы можем посмотреть. И это к тому, что, ну, как бы, знаете, сильному не надо договариваться, сильный может прийти и забрать то, что ему хочется. Ну, знаете, тут вопросы силы, все, на самом деле, я понимаю, что вот эта логика, там, времен Холодной войны, у кого сколько ракет, и куда они нацелены и так далее, но по ВВП, ну, Россия меньше, чем Голландия, прошу причине, да, или какой-нибудь штат в Соединенных Штатах Америки. Я с этим абсолютно не спорю, да? Поэтому тут что мы берем за критерии силы, вот, ну, в этом плане тут все относительно. Вот относительно того, там, логика сильного или логика слабого и так далее, и так далее, мне кажется, что если бы все было так однозначно, все-таки Путин бы не искал, там, на полях саммитов ООНовских каких-то встреч, в том числе с Обамой и так далее, и так далее, да? То есть тут не все так однозначно, как говорят российские телевизоры. Нет, нет, я понимаю, что это понятно, что все не так однозначно, но это говорит также о том, что появление российских войск, там, в Сирии, да, теперь, я не знаю, а вдруг они появятся завтра теперь в Каталонии под видом... Ну, все может быть. И такое уже было в истории, да, в 36-м, в 37-м годах, когда советская армия была в том же самое, и Барселона была последним оплотом республиканцев, которые якобы там храбро защищали испанские там революционеры, да, от франкистов. Ну, просто Европа еще на самом деле, ну, за исключением, возможно, стран Балтии, или стран Восточной Европы, ну, там, Польши, вот наши, те страны, которые с нами граничат, они, по большому счету, еще до конца не осознают всей той опасности, которую сегодня может нести такая непредсказуемая политика, которую сегодня, ну, проводит Россия, в том числе и в Сирии, ну, на Ближнем Востоке в целом. И, по большому счету, непонятно, чем это все, даже сирийская авантюра... Я же о чем говорю, это непонятно, о чем закончится, вот смотрите. ...в разных частях мира. Для, просто были в России, вот, и Крым, в том числе, запустил для России внутри такие модели, которые, ну, на мой взгляд, они, в общем-то, достаточно опасны. Когда для внутренней консолидации нужно, там, не права человека, не экономический рост, там, не знаю, там, не какие-то культурные индустрии, нужна война. То есть война, право сильного, там, мы встаем с колен и так далее, да, то есть вот эта вот динамика такого позднего советского... Ну, в том-то и дело, это может работать. Почему? Потому что вот этот вот маховик насилия практически запущен, это может работать до поры до времени. Смотрите, Илья Пономарев, который здесь был с лекциями в Киеве, это депутат Государственной Думы Российской Федерации, который выступил, единственный выступил против аннексии Крыма, присоединения, значит, украинской территории к Российской Федерации. Он сказал следующее, буквально это было вот в субботу, он сказал о том, что я бы на вашем месте все-таки не сильно бы, знаете, апеллировал бы к экономике и, например, к падению цены на нефть, что в России все станет очень плохо после того, как упадет цена на нефть. Потому что цена на нефть может быть и 50 долларов, может быть 40, может быть 30, может быть даже 2, а может быть даже 10. Это не имеет никакого значения, если себестоимость производства этой цены, производства этой нефти составляет полдоллара. Все равно у них будет рента, ее просто будет меньше, но им все равно будет за что жить и за что покупать хлеб. Поэтому я понимаю, что экономика, она все-таки во всем. Вернемся теперь к свободной экономической зоне Крым. Сегодня автор этого закона о свободной экономической зоне Крым, господин Терехин, в интервью радиопрограмме «Крым. Реалия» сказал следующее, что на сегодняшний день у Кабинета министров и так есть полномочия прекратить торговлю с Крымом. И поэтому не надо вообще отменять этот закон. А вы как считаете, надо этот закон отменять, как пообещал наш президент еще больше месяца назад, что он уже месяц назад как должен был внести или не надо? Ну я думаю, что безусловно надо, почему-то, что этот закон порождает такое количество вопросов. Более того, ну вот как в любой компании адвокасе, да, я думаю, что, кстати, господин Терехин, как никто прекрасно это знает, для того, чтобы отменить какое-то решение или как-то изменить решение, принятое законом, одних нормативно-правовых актов Кабинета министров совершенно недостаточно. Почему? Потому что послезавтра появится какой-нибудь другой акт Кабинета министров и так далее. То есть закон нужно или отменять, или вносить туда достаточно существенно. Нет, он говорит о том, что этим законом предполагается, что у Кабинета министров и так есть право прекратить любые торговые отношения с Крымом. Ну, с одной стороны, у Кабинета министров, но есть частные компании, мы там там, я не думаю, что Кабинет министров в полной мере там мог крышевать те контрабандные потоки, которые туда шли. То есть просто закон создает сам те правовые, как бы, те правовые механизмы, по которым, ну вот такого рода, мягко говоря, несанкционированная торговля еще и с возвращением там НДС, да, то есть когда она возможна, по сути, мягко говоря, да, то есть это, ну вот это формируется, это экономика конфликта, которая остает многим людям выгодной. А вот это само по себе... То есть выгодно вот замораживание именно вот этой ситуации, которая есть, да? Ну да, я думаю, что какие-то, безусловно, присутствуют силы, кому это выгодно. В том числе тут не последнее место занимает одно из первых мест вопрос, связанный с энергетикой, энергетический вопрос. Поэтому вот возвращаясь к вашему вопросу, там, энергетическая блокада на три дня, в принципе, очевидно, можно, но мы должны понимать, что будет там на четвертый день, да, и как дальше, ну, по сути, запускать вот эти, ну, возможные механизмы. Это шире вопрос, чем только экономическая блокада Крыма или энергетическая блокада Крыма. Тут было бы неплохо вообще говорить, и уже 20 раз про это говорено, переговорено, это энергетическая независимость Украины по отношению к России. То есть это газовая диверсификация и так далее. И, собственно говоря, это то, чем занимается Крым в последнее время, да, это так называемая энергетическая независимость полуострова, да, пусть она хотя бы там какая-то, можно ее сказать, фейковая, там, еще не знаю, ну, какая-то там неполноценная независимость, но тем не менее строится, прокладываются кабели, пришел китайский кабель-прокладчик, да, в Крымский прорив. А вот тут интересный момент. Вы знаете, кабели-то могут прокладываться, но без технического обеспечения, в частности, там, турбин, которые могут быть поставлены одной немецкой важной фирмой. Сименс, я не побоюсь назвать это имя, как бы. Да, вся эта энергетическая безопасность под большим вопросом. Но вопрос в том, что можно поставить их куда-нибудь там на территорию России, а потом перевести... А это уже вопросы санкций, расширения этих санкций и так далее. Нет такого преступления, как говорил господин Карл Маркс, на которое не пойдет капитал, если увидит прибыль в 300%. Окей, хорошо, значит, я вот по поводу свободного закона этой свободной экономической зоны Крым. Значит, по словам Мустафы Джамилева, президент Порошенко поддерживает эту инициативу, однако пока что закон действует. Будет или нет, будет ли действовать или будет отменен этот закон, говорит народный депутат, глава межфракционного объединения Крыма, Алексей Гончаренко, который подал все-таки закон об отмене закона о свободной экономической зоне Крым. Пожалуйста, ввели. Есть шанс на отмену закона о свободной экономической зоне Крым. Соответствующей инициативой выступает народный депутат Украины, глава межфракционного объединения Крым Алексей Гончаренко. Появление инициативы является откликом на действия участников гражданской блокады полуострова, заявил депутат в эфире черноморской телерадиокомпании. Самый, конечно, главный толчок – это дали люди, которые сегодня на морозе находятся на административной границе с оккупированной территорией Крыма, потому что они делом доказывают свою позицию, и фактически они делом сегодня отменяют этот закон. Но то, что они делают, они фактически делают этот закон неработающим. Гражданская акция на админгранице с оккупированным Крымом, напомним, продолжается полтора месяца. За это время активистам удалось прекратить крупногабаритные поставки украинских товаров и продуктов на полуостров. Сотень груженных фур, которые ранее курсировали и обеспечивали сверхприбыли олигархам без уплаты налогов в украинский бюджет, теперь нет. Однако угрозы их появления после окончания акции остаются, поскольку закон АСС Крым продолжает действовать. Несмотря на то, что его отмена является одной из главных целей гражданской блокады полуострова, нардепы пока ограничиваются лишь устной поддержкой данной инициативы. А по последней информации, озвученной лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, закон решено не отменять, а подкорректировать. Сейчас, насколько мне сообщают, есть какие-то там два проекта, направленные на отмену. Ну, просто так, там не говорится об полностью отмене, но проводятся какие-то уточнения. В ближайшее время этот законопроект будет вынесли. Ну, до нового года ожидается оно хоть увидится? Я думаю, да. Представители межфракционного объединения Крым еще в мае направили руководству парламента, всем фракциям и президенту рекомендации об отмене закона АСЭС. Однако результата это не дало. Кроме того, за год существования закона и усилий гражданского общества по его отмене в парламенте появились несколько альтернативных проектов, которые призваны регулировать экономические отношения с оккупированными территориями Украины. Однако ни одна из них за несколько месяцев так и не была рассмотрена в сессионном зале. Я как народный депутат разработал такой закон, он очень простой и, наверное, он отличается тем, что мой закон самый простой. Он состоит из фактически одного пункта, который говорит о том, что отменить закон, признать его утратившим силу о свободной экономической зоне Крым. На данный момент документ находится на рассмотрении в Комитете по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Однако в это же время от руководства президентской фракции блока Петра Порошенко звучат заявления о недопустимости отмены закона АСЭС Крым, поскольку это якобы равносильно отказу Украины от оккупированного полуострова. Эксперты отмечают, ситуация с отменой законопроекта специально осложняется теми, кто гоняет фуры на полуостров. Ну и как написал Алексей Гончаренко, а в своем блоге в издании «Украинская правда», он подал этот законопроект для того, чтобы просто-напросто правительство Украины, ну в общем, потормошить правительство Украины, чтобы оно подало свой законопроект и что-то оно предлагает вместо этого загона о свободной экономической зоне Крым. Кстати, не все в Верховной Раде Украины считают, что отмена свободной экономической зоны Крым – это правильный шаг. Вот, например, вот что заявил на прошлой неделе по этому поводу ближайший соратник Петра Порошенко в парламенте Игорь Кононенко. Отмена законопроекта о свободной экономической торговле с Крымом по сути де-факто будет означать, что мы отказались от этой территории. Поэтому здесь нужно искать какие-то другие политические конструкции для того, чтобы, с одной стороны, усилить там то давление и определить те позиции, которые есть по крымским татарам. С другой стороны, на этой территории живут граждане Украины, которых мы хотим вернуть. Ну, это господин Кононенко говорил такой. А вы что скажете по поводу этого закона? Я не совсем понимаю, что имел в виду господин Кононенко. Ну, по поводу тех граждан, которых нужно вернуть, так их можно и необходимо вернуть не законом про свободную экономическую зону в Крыму, какими-то реальными программами среди Украины, которые уже, опять же, облегчали там поступления в украинские, в УЗы в частности. То есть недостаточно просто сказать, Крым это Украина и все, и на этом считать миссию свою выполненной. Безусловно. И дать там отдельным бизнесменам возможности, действительно, не платя налогов никуда, кроме как в фейковый крымский бюджет, развивать там свою уборную деятельность. А скажите, вот эта вот фраза, о которой он говорит, значит, и де по сути отмена этого закона о свободной экономической зоне Крым, де-факто будет означать, что мы отказались от этой территории. Это как? Ну, я, честно говоря, не совсем, мягко говоря, понимаю. Почему? Потому что, ну, Крым, собственно, вот как вы сказали, и не только вы Крым, это, в общем-то, Украина. И здесь, скажем, пересмотр экономических взаимоотношений с оккупированной территорией и корректировка, это ни в коей степени не означает отказа от Крыма как такового, мягко говоря. То есть, более того, ну, тут он может даже противоречить президенту, который уже энное количество раз говорил о том, что украинская власть, это, во-первых, а во-вторых, украинская власть будет осуществлять ряд экономических и не только политических шагов для того, чтобы урегулировать тот конфликт, который у нас есть вокруг Крыма. Знаете, есть разные, скажем, точки зрения относительно того, как должен развиваться там или не развиваться бизнес там с территориями, которые не подконтрольны. Кто-то считает, что наоборот, вот этот вот бизнес, даже коррупция, которая существует, это те связующие, значит, нити, которые там связывают контрольные, и что это в общем-то хорошо. И даже контрабандисты, да, это тоже связующие нити. Да, но, как показала практика, даже эти связующие нити на самом деле в результате ни на что не повлияли. То есть они просто, вот есть эти связующие нити, но, тем не менее, конфликт не решается. Спасибо. Что в разных странах и в разных странах. Последний вопрос, буквально коротко, да, или нет. Как вы считаете, в этом году, в 2015-м будет отменен этот закон о свободной экономической зоне Крым? Это зависит от политической воли депутатов, от политической воли кабинета министров. Я хотела бы в это верить. Спасибо. Юлия Тищенко, политолог, была гостью нашей студии. Вы смотрели программу «Голос Крыма». Напомню, сегодня мы говорили о свободной экономической зоне Крыма, а также нарушении прав человека на полуострове. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин